Светлана Занько Член Валдайского клуба И дальше можно по списку идти Я когда Слушала ваше интервью различное И читала Википедию Которую там тоже биографию описывают Я понимаю, что Ни одна заставка не вмещается Всего того количества регалий, которые у вас есть Поэтому, может быть, на этом остановимся Если только вы не хотите что-то конкретное Добавить И обязательно нужно сказать Как так случилось Что вы оказались в Кирове сегодня Я знаю, что есть какая-то Частная история личная Жена родилась здесь Жена родилась здесь Но я не знаю, станете ли вы рассказывать Какие встречи здесь намечены Но точно мы можем сказать, что сегодня Будет круглый стол в Герцанке В три часа он начнется Буквально через два часа И Посвящен он будет теме современных Общественно-политических реалий Россия и мир И Александр Глебович Как специалист по российско-германским отношениям И вообще по России Будет не просто держать речь Он будет общаться с людьми Которые придут на этот круглый стол Правильно я понимаю? Вы знаете, конечно Одно дело быть специалистом По России По странам постсоветского пространства И изучать все это Или сидя в Берлине Сидя в западных университетах И исследовательских институтов И приезжать в столицы Эти государства Это одно Но это только поверхностное Знакомство с странами С людьми С общественностью А мне захотелось приехать в Киров Тем более, что есть частная Кази У нас дети подросли Они уже в таком возрасте Где им С ними можно уже На далекие расстояния ездить Причем Киров не настолько далекое расстояние От Берлина Мы через Москву прилетели И мне важно, чтобы они Конечно, начали общаться С русскими сверстниками Своими троюродными братьями Которых здесь очень много Чтобы они потом где-то самостоятельно Все эти связи бы Восстановились Через WhatsApp И через Facebook И можно уже начать Очень тесно и близко дружить И понимать жизнь другого И они тоже, как и я Воспитываются и в Германии И в России И вот сейчас Поэтому это их Знакомительная поездка С Кировом, с родиной Где родилась в свое время Их мама Она тоже здесь, конечно Со всеми родственниками общается И это для меня И частная, и познавательная поездка И я, слава Богу Буду сегодня встречаться Тоже с разными людьми Может так В полуофициальном уровне Где я приду не для того Туда пойду не для того Чтобы какую-то там лекцию читать Это если будут вопросы Там о Германии О германо-российской отношении Работе, пожалуйста Но я хочу послушать Тоже, как люди живут здесь Есть же разные мнения По поводу того Что в России происходит И как Можно сказать Ну Вы не глубинка Но с другой стороны Вы не столица Это глубинка Глубинка Все-таки в общем Европейском пространстве И рано или поздно Мы туда все вместе попадем И ради этого нужно Нужно еще поработать Но нужно в первую очередь Знать друг друга Знакомиться Ну вот Из того, что вы сейчас сказали Я два момента хотела бы выцепить Обсудить с вами Вы говорите, что мы живем Все теснее и теснее А в России На мой взгляд Все шире и шире Озвучивается мнение Что как раз наоборот Железный занавес опускается И связи-то наши Все больше разрываются Вы человек Который наблюдает Развитие ситуации давно В разные даже эпохи И сейчас, конечно Последние десятилетия И последние особенно годы Обострения взаимоотношений Санкционного режима И прочего Действительно считаете Что несмотря на все это Мы сближаемся И что заставляет вас так думать Ну это сложный вопрос Во-первых, я считаю Что железного занавеса нет Сейчас данный момент Сейчас нет Он тогда был Вы можете себе представить Я могу об этом говорить Потому что я же Ребенок, детища Вот именно холодной войны Когда действительно был Этот физический забор Через который Даже перелететь было сложно И несмотря на то, что Это в Берлине вы имеете Нет, ну я вырос в Мюнхене Во Франкфурте На Западе Скажем, на Западе Это безразлично Живешь во Франции В Западной Германии В Англии Мы не могли ездить В Советский Союз Только единицы ездили По каким-то Очень специфическим Там обменам Но поскольку Мой отец Работал на радиостанции Свобода Это был Считался вражеским голосом В Советском Союзе Он был на черных списках И я о поездке В Советский Союз Мечтать никак не мог Тем более Все мои родственники Были где-то В разных политических Организациях Но у нас были родственники И религиозных И религиозных, да И церковь была разделена Кстати Все было разделено И когда Мы с классом Когда-то поехали Это были 70-е годы Из Западной Германии В Берлин То весь класс поехал Это немецкий класс был Поехал на поезде А папа меня не отпустил На поезд Он ни в коем случае Тебе могут быть неприятности Мне было 16-17 лет Я полетел на самолете В Западный Берлин И вот что-то показать Какие трудности были тогда В то время Но самое главное Я не мог общаться С верстниками в России Не мог И поэтому мы с друзьями Сегодня это звучит просто дико Но мы с друзьями С верстниками Вот с русскими Как и я Русскими иммигрантами Пытались всегда попасть На какие-то спортивные состязания В Западной Германии Где участвовали Русские спортсмены Хоккеисты Боксеры Гребцы И так далее Мы там приходили Туда покупали билеты И пытались каким-то образом Конечно По-другому нельзя сказать Пролезть К русским спортсменам Что вас заставляло это делать? Мы хотели с русскими общаться Там не было никакой затеи Естественно там были Представители силовых структур Которые нас Советские Но они нас не отгоняли Они просто нами до этого говорили Говорили Пожалуйста общайтесь Но там им никакую там Литературу не давайте Мы понимаем Что там есть всякие там Могут быть проблемы Вы ребятам проблемы Создадите Мы говорили Мы не хотим Никакие там Политические разговоры вести Мы хотим просто общаться Нам было тогда Лет по 18-19 Пообщаться Своими сверстниками Для меня это очень важно было Потому что Ну Во-первых Услышать другой русский язык Понять чем дышит Тогда Россия Или коммунистическая Россия И люди шли на контакт Потому что понимали сразу Что мы Не какие-то там Засланные шпионы Или казачки Которые куда-то хотят Там создавать Там какие-то провокации Все Никто у нас Нам это в голову не входило Мы просто общались Рассказывали Как мы живем И хотели Слышать Как живут наши Сверстники Вот там И очень много Познательно было Понимаете Тогда же не было Возможности следить За российским Или советским телевидением Не было Только Я помню В середине 80-х годов На радиостанции Свобода Вдруг Открылся какой-то канал И мы смотрели Начали смотреть Советские фильмы Кассеты Высоцкого Попадали на Запад Но тоже с трудом С большим опозданием Хотя он там потом Когда-то концерт дал В Берлине Но это как пример Подаю Того вот Чтобы дать Или вспомнить О тех временах Железный занавес Когда Когда вот именно Железный занавес был Его сегодня Ну однозначно нет Прервемся на полминуты Буквально 30 секунд У нас будет перерыв И продолжим Наш разговор С Александром Раром Немецким политологом Международником Александр Раром Александр Рар Сегодня у нас в студии Меня зовут Светлана Занько Мы продолжаем разговор Был такой исторический экскурс У нас до Перерыва В советские времена У меня тоже много Воспоминаний Но правда Переданных моим отцом Потому что он служил В свое время в Праге После Довольно трагических событий Которые там происходили И они тоже Передавали атмосферу И вот человеческое общение Между людьми Оно человеческими Оставалось, конечно Хотя Безусловно В каких-то моментах Люди не сходились Но мне бы хотелось В нашу реальность Вернуться все-таки И Вернуться К тем событиям Совсем недавним Недавним Событиям, которые происходили На протяжении Последних нескольких недель В минувшие выходные Это выборы в Украине И потому что Они безусловно Связаны так или иначе Не так или иначе Напрямую С судьбой России И с отношениями России и Запада Скажите На ваш взгляд Можно ли Поздравить Украину С результатами Прошедших Только что выборов Я думаю Да, однозначно Да Прошли два Электоральных тура Судя по тому По той реакции Которую мы слышим В том числе От такой организации Как ОБСЕ Нарушений Вообще Крупных не было Не было Воздействован Какой-то Административный ресурс Со стороны Того человека Который у власти Находился Видимо Он решил этим Рисковать Или у него Уже такие возможности Нет Так что да Демократические выборы Прошли Мы говорим Порошенко Это одна сторона Медали Вторая сторона Медали Конечно Ну нужно честно Сказать Избран человек Абсолютно случайный Да Ну он известен Он случайный Он не политик Он Никто не знает Как он будет вести политику Никто не знает Насколько Кто за ним стоит На самом деле Это абсолютно Протестный Протестный кандидат То есть За него Поголосовали Не потому что Люди хотели видеть Во главе Украины Зеленка А потому что Зеленского Зеленского И никто не хотел Потому что люди Не хотели видеть Во главе страны Порошенко Или Юлю Тимошенко Или самых других И вот этого Зеленского Сейчас Конечно Выбрали Это он Он как Как своего рода Там Ну Земной Сравнение Всегда такое Ну типа Такой мессия Который Откроет Сейчас ожидает Все Что он и поборет Коррупцию Что он Наладит экономически Социальную жизнь В стране Что он Это тоже важный момент Мне кажется Где-то Начнет нормализовать Отношения с Россией Я думаю Большинство украинцев Этого хотят Если бы этого Не хотели бы Если Послушались И поверили бы Только в риторику Порошенко То выбрали бы Порошенко Мне кажется Да потому что Он делал акцент На этом Только на этом Делал акцент Он сравнивал Зеленского И других С С Путиным Называл их врагами И так далее Это была его Ошибка И не прошло Понимаете Не прошло И поэтому Мне кажется Что и для Российской дипломатии Для российской Общественности Для российских Зрителей Которые смотрят Конечно Сейчас все эти Передачи И гораздо больше Понимают И вникают И интересуются Тем что происходит В Украине Чем Я даже не знаю На Украине Говорить В Украине Не важно Туда и сюда То больше Интересуются И больше В этом Разбираются Чем на Западе Что люди Я думаю Должны Будут понять И мне кажется Что это важно Что есть шанс Есть шанс На какое-то Примирение Это вы говорите Про людей Про какую-то Народную дипломатию А если мы будем Говорить про элиты То как Вы оцениваете Реакцию Российских властей Которые до сих пор Не поздравили Господина Зеленского С избранием президента И вообще Комментарии Которые последовали Господина Пескова Говорить о поздравлениях В совместной работе Пока преждевременно В то время Как уже Практически Весь мир поздравил И оценил Выборы в Украине Как вот Такую реакцию Вы расцениваете Ну мне кажется Что Медведев Поздравил Я его в твиттере Слышал Или прочитал Ну Песков Осторожничает Конечно В данный момент Потому что Нужно понимать Какая Реакция Будет В Украине После поздравления Со стороны Кремля И Она может же быть Тоже Очень Негативной Никто не знает Как Зеленский Будет Реагировать Сейчас на Россию И что на самом деле Хочет А международная Дипломатия Она допускает Какой срок От момента Объявления Результатов Выборов До поздравления Официального Страны Будет Выглядит Политика Кем Он Назначит Министр Стран Дел Будет Определиванные Знаки И Думаю Будет Не только Поздравления А может быть Будет Предложена Тоже Встреча Мне кажется Сначала он должен С стать президентом Сначала Официально Объявлен Он Как Победитель Этой Гонки Но До 1 июня Остался Месяц Чуть Чуть Больше До Ведения В должность И после этого Он действительно Принимает власть Сегодня По-прежнему И президентом Является Порошенко Он правит Страной До Фактически До 1 июня А с 1 июня Власть Меняется Нет ли у вас Ощущения Что российские Власти Не были готовы К такому результату Уборов Думаю Что многие Действительно Считали Что все таки Порошенко Не сможет Проиграть Потому что Ну Тут Понимаете Тот человек Который у власти На постсоветском Пространстве Дело не только В России Но и В Белоруссии В Центральной Азии Там Фактически Оппозиционеры С трудом Фактически Только Оппозиционеры Побеждают Только Вот в этой Украине Там всегда Было так Что Человека Который Находился 4 года Там во власти Семенял другой И Это Уникальная ситуация Кстати, Зеленский тоже сказал Что я буду один срок работать Да, так и есть И почему это так Я думаю Это не связано Только с тем Что может быть В Украине Вот именно Структуры Там электоральные Там по-другому Развиты Но потому что Я объясняю это очень просто Это Что страна Все-таки Расколота На два лагеря Это не гомогенный народ Украинский Есть восточная Украина Где люди Всегда хотят Особенные отношения С Россией Это не Там население Не хочет стать Частью России Но они не хотят Войти в страну Или быть в стране Которая станет Членом НАТО Они не будут Терпеть НАТОвские ракеты Или военную технику На их территории Они против этого Они За экономические За культурные За хорошие Политические отношения С Россией А в Западе На Западе Украины Живут другие люди Которые видят себя Постоянно жертвой В длиной своей истории Жертвой Российской агрессии Ну и немецкой агрессии Не знаю кем Но это Они во многом Ну надо сказать Да Понимаете Есть всегда комплекс Старшего брата Но есть комплекс И младшего брата И комплекс Младшего брата Ну это тоже Некоторые нации Есть Которые всегда Вот свою Вот идентичность Все время Объясняют И пытаются Ее поднять И укрепить Всем отвержением Чего-то другого Вы сказали Что Российские власти Будут читать Каких-то первых Заявлений Возможно Зеленского Естественно Прежде всего Необходимы Заявления По поводу Крыма И по поводу Луганской Да И Донецкой Донецкой Территорий Будет ли он Делать эти заявления До 1 июня До 1 июня Когда Порошенко Уже снимет С себя полностью Полномочия И он станет Президентом И неужели Этот срок Почти в полтора месяца В этот срок Просто будет ожидание Со стороны России И не будет попытки Наладить связи Какие-то Уже Важно было бы Чтобы действительно За кулисами И бы связи Сейчас налаживались Это было бы нормально Я считаю Вот следующее Ну Не знаю Согласитесь Вы со мной Или нет Но мне кажется Что Запад Свой Хотя я же Вот живу на Западе И конечно Я где-то считаю Что и госпожа Меркель И французские Французские власти Сделали все Очень много Хорошего Для того Чтобы остановить конфликт Восточной Украины Что начали этот Нормандский формат Минские соглашения Без этого Была бы вообще Война Но сейчас Запад исчерпал Свои ресурсы И это чувство Во-первых Украина не настолько Интересуется Ресурсы или интерес Все-таки Ну ресурсы Ресурсы того Как влиять Я по Пушкину Это все рассматриваю Я думаю Тут Мы имеем дело С таким Очень жестоким Конфликтом Таким Славянских братьев Если говорить Таким Очень Старомодним языком И вмешиваться Его со стороны Очень сложно Понимаете И Когда туда вмешиваются Американцы Ничему хорошему Это не приведет Хотя вот Западные украинцы Конечно Видят Себя только Под крылышком Американцев Восточные украинцы Нет Поэтому Они сейчас Выбрали человека На который Он возлагает С моей точки зрения У меня определенные надежды Что он сам Самостоятельно Без Мерк Без Макрона Без Трампа Попытается Договориться с Россией О чем договориться Ну если конечно Он будет требовать Назад Крым То Конфликт Ну никак не решится Но я думаю Что Зеленский Сам понимает И судя по тому Что он говорил Что это сейчас Не вопрос Который нужно поднимать Есть А Украине Нужно восстановить Отношения с Россией По экономическим соображениям В том числе Эти олигархи Как мне кажется Которые поддержали Зеленского Тоже надеются на то Чтобы Восток Украины Опять Открылся в сторону России Потому что Запад туда не вкладывает А Восток Украины Зависит от России И мне кажется Достаточно много Конструктивных сил Тоже в России Есть Которые это понимают И поэтому Можно восстановить Этот регион Совместными усилиями Достаточно быстро И может быть Без посредников Если Вот эту цель Придерживается Зеленский То Будет качественное Изменение И большой шанс На то Что может Этот серьезный Конфликт Славянских Братьев Будет каким-то образом В лучшую сторону Изменен Что касается Да Александр Рар У нас в гостях Немецкий журналист Международник Публицист И научный директор Германо-российского Форума Что касается Олигархов То выбор Украинцев Господин Зеленский Часть экспертов Оценивает Как декларация Заката Старых элит Как раз И этот фактор Вызывает напряжение В России Считают они Потому что элиты Которые правят Страной нашей Сейчас Как раз Имеют свои корни В Советском Союзе Или в 90-х То же самое На всем Постсоветском Пространстве И в Украине То же самое И именно Поэтому Приход Зеленского В общем Достаточно Большим напряжением Эти элиты Российские И воспринимают Потому что Зеленский Это образ Совершенно нового Человека Который не имеет Отношения К Советскому Союзу Который там Не был пионером Комсомольцем Не прошел 90-е Со всеми там Малиновыми пицциками И так далее Но в КВ не выступал Вот И не стесняется Говорить по-русски Абсолютно Как Порошенко Мало того Он даже Напрягается Когда говорит По-украински Потому что это было видно В дискуссиях Это было видно В его ручьях Поэтому он часто Переходил на русский язык И нет в нем Этой злобы Которая сидит В Порошенко Что нужно сейчас Дать сдачу Или там напасть Или кулаком стук В этом пока нет Человек нового поколения Абсолютно Человек нового Исторического шанса В чем заключается Новый исторический шанс Во-первых Более молодой Политик У него есть шанс Действительно Как я уже Сказал начать Новую главу отношений Сказать С этим мы с вами Никогда Дорогие россияне Не согласятся Вот у меня вопрос был Я тоже думаю Что в российских Старые, закоренелые Богатые элиты Да Хотят ли они Чтобы вот это Новое Зеленое веяние Свежее Вообще Хоть какое-то Имело влияние На российские И на российское государство На российский народ Я думаю Что в первую очередь Российская политика Внешняя политика Которая Да Ведется в Кремле И в МИДе В МИДовских структурах Она заинтересована в том Чтобы именно Этот Леющий Вот этот самый Убийственный Где-то конфликт С Украиной Когда Украина Просто уходит на Запад Чтобы это была Чтобы эта ситуация В геополитическом И скажем В вопросах Духовного Культурного Взаимоотношения Он бы Изменился бы Другим Ориентиром На встрече К друг другу Я думаю Что в этом Должна быть Заинтересована Российская Внешняя политика И уверен Что она в этом Заинтересована Как это потом На практике Сделать Не теряя свое лицо Не сдавая там позиции Причем и Украина Свои позиции Сдавать не будет Это важно Но мне кажется Тоже В интересах Российского государства Было бы Вот Делать то Что невозможно было Сделать с Порошенком Начать переговоры С украинцами В том числе С российскими олигархами Мне кажется Созрел момент Что они хотят Вернуться на российский рынок Это надо использовать Потому что Ну давайте Я сам живу на западе Я думаю Что у Германии И у Франции Нет геополитических интересов В отношении Да И в отношении Там России Там какие-то там Оранжевые революции Прозводить там Все они Мне кажется Германия Такая страна Хотя там есть тоже Часть элиты Которые Ну можно сказать Враждебно Относятся к России По разным соображениям Но Все равно В большинстве случаев Немцы все-таки Мечтают о том Что вместе Создать когда-то Европу вместе с Россией А путь туда Лежит через Через Украину То есть Через Через того Что Через каким-то Орбон налаживанием Отношения между Россией и Украиной Через смягчение Все это Конфликтов Сейчас Но есть Другая точка зрения Конечно Вот большая геополитика Американцев Она мне не совсем ясна Но она направлена Конечно на то Во многом Чтобы Из Украины Сделать некий Такой таран Который сдерживает Там не Имперскую Россию Как они говорят Не пуская ее Вообще в Европу Это другое Геополитическое понимание И другая Геополитическая политика И мне кажется Что Вот российская дипломатия Если она все это понимает Она здесь может У нее тоже появился Шан заново Выстроить отношения Прервемся на полторы минуты У нас реклама И продолжим разговор С Александром Раром Александр Рар В гостях нашей студии Меня зовут Светлана Занько Мы продолжаем И как раз Я хотела Поговорить О том Как Запад Оценивает Выборы В Украине Мы об этом Уже заговорили О том Как на ваш взгляд Смотрит Например Германия На взаимоотношения России Украины И на Необходимость Решения конфликта Который сейчас существует Но Сами выборы На Украине Как он оценивает И еще у меня Такой вопрос Может быть я что-то Не заезжал Его не приглашали Сейчас его в Германию Пригласили Я знаю Что он был во Франции Встречался с Макроном То есть он с ним Завтракал А Макрон Потом ужинал с Порошенко В тот же самый день Что конечно Является Вот такой балансированной Политикой Француза В отношении Украины И правильный Тем более Он таким образом Сделал Большой жест Перед украинцами А не перед Отдельным кандидатом А немцы Мне кажется Госпожа Мерка Ну как это Помягче сказать Там Я вот до этого Сказал Что немцы Всегда выступают За общую Большую Европу Но она сделала Такую вторую Стратегическую Очень странную С моей точки зрения Ошибку Показывать Что она Не понимает Страну Она действительно Пригласила Порошенко Демонстративно В Германию И не только Там провела С ним Может закрытую беседу Но вышла С ним на пресс-конференцию И всей своей химии Всем своим поведением Была понять Что она его поддерживает А до этого Я помню Она всеми силами Поддерживала Медведева Хотя было понятно Что Путин возвращается И после этого Конечно отношения С Путиным У него не улучшились И сейчас у него С Зеленским Тоже будут сложные отношения Потому что Есть же Чеславия И элиты понимают Что он был На втором месте Тут Германия Не использовала Свою стратегическую Важную роль Но ничего Что-то придумаем А мне кажется Что Европа Сама Должна тоже Пересмотреть Свои отношения К Украине Я не говорю О разных Там течениях Которые есть Есть очень много людей Которые понимают Все другое Но есть конечно Вот такое мейнстрим Мейнстримовское мнение Такое Что там Вторая украинская Революция Там демократизация Произошла И Украина Просто Должна идти Теперь в Европейский Союз В НАТО Может не сразу Но когда-либо И нужно ее охранять От русского медведя Который не хочет Чтобы Украина От него отходила Ну понимаете В Европе Все страны Каким-то образом Прошли Последние сто лет Этот процесс Деколонизации И разрушения Собственных там Империй И поэтому В Европе Где-то я это чувствую Сидит вот такая Жилка у каждого Интеллектуала Вот такая Что вот А Россия тоже А Россия осталась Империей Или хотя бы там Полуимперии Постсоветского Союза Это нехорошо Поэтому Россия только Станет демократичной Страной Если она Откажется От имперского мышления От имперского духа И поэтому Нужно оттягивать Беларусь Там Украину От России В сторону Запада Но знаете Людей-то не спрашивают И Понятно Что какие-то Возьмем Поляков Или Чехов Они с удовольствием Побежали Сразу на Запад Правда Сейчас у них Большие проблемы С Европейским Союзом Раздор По ценностям Потому что Поляки строят Свою демократию Которая отличается От немецкой Но Мне кажется Что Вот за Каких-то 30 лет Вот так Вторнуться В политическом Духовном плане На постсоветское Пространство Западу Не по силам И ему Кстати Во многом Там и делать нечего Это люди должны Сами Как мне кажется Решить И они будут решать И я На самом деле Рассматривают Украинский Украинский Вотум Украинские выборы Вот из таких Из такой призмы Я интерпретирую Это как Как Сигнал Украинцев Тому же Западу Что Большинство Украинцев Отят Примирение Или можем сказать Нормализация Отношения Тоже с Россией А не войну А мне кажется Что это вот Главное Что Запад должен Понять И не все Это понимают Потому что Украинцы Не могут себя Все время Как западные Украинцы Представлять себя Вот только Жертвой Агрессии России И пытаться Получить Все время Эту защиту Запада Запад не сможет Украину защитить Украинцы Должны Сами Найти способ Жить Своим Восточным Соседом Который По территории По армии По всем вопросам Сильнее Но нужно Все равно Жить Тем более Что Очень большая Часть Восточно-украинского Населения Мне кажется На это Способна И готова И это нужно Использовать В риторике Западных лидеров Политических Как раз Звучит Налаживание Отношений С Украиной Звучит Как Краеугольный Камень Буквально В отношениях Запада И России Я имею ввиду Конечно Санкционную Политику Прежде всего И натовскую Но Вот сейчас Когда вы говорили Мне Услышалось Что Страны Некоторые В первую очередь Америка Так Не Почудилась Из ваших слов Ждут Не налаживания Отношений С Украиной А выполнения Рекомендаций Например Америки По отношению К Восточной Украине И Крыму Может быть Я ошибаюсь Чего все-таки Ждет Запад Чтобы Страны Подружились И самостоятельно Мирно Решили Этот конфликт Или все-таки Или все-таки Исполнение Требований Там Мировых Гегемонов А у нас Он теперь один США Ну вы задаете Самый важный вопрос На который пока Еще нет ответа Я надеюсь Что второе Надеюсь Что люди поймут Какой-то процесс Понимания Того Что в Украине Произошло Все-таки Начнется На Западе И главное Надо понять И заинтересовать Самой Украины Рассматривать Украину И население Людей Которые там Живут Как Некий Такой Субъект Как Организм Живущий А не как Объект Просто как Буферное Государство Которые Сдерживает Агрессивную В кавычках Россию Но трудно Я вижу Конечно заявления Американцев Некоторых Немецких Политиков Которые Вот так В первом Так как вы Сейчас предполагали Я тоже могу Подтвердить Говорят Что мы надеемся На то Что Украина Останется На своем пути В НАТО Европейский Союз А почему Вот Мы туда Вложились В Украину Мы там Вытащили Украину Через Ассоциацию К нам А что она Сейчас будет Это ставить Под сомнение И главное Вот тоже Пресса у нас Конечно очень Очень такая Зубастая Она тоже пытается Вот Сделать все Чтобы Зеленский В этом отношении Продолжил бы Курс Курс Порошенко Сращивание Вот интересов Запада Это геополитический Подход Но если Запад будет там Очень жестко стоять На своих позициях И если вот Политики будут С Зеленским Обращаться Не дай бог Конечно Но я боюсь Что они будут так Сначала обращаться С таким мальчиком Которого нужно Приучить И там его Запугать Не знаю Объяснить ему Все это Западцовски И И Искать Только так И никак По другому Что конечно Они могут Испортить отношения С молодым Лидером Украины Который Конечно Как представитель Все таки Такой достаточно Большой страной В Европе Не позволит С собой так Разговаривать Это ощущение У меня уже есть Со стороны украинцев Даже которые Очень плохо Относятся к России Но они считают Что Запад Тоже не может С нами Больше так Разговаривать Так Патронатским Тоном И говорить Вы должны Вот следовать Именно только так Ну На Западе К сожалению Многие Рассматривают Украину Ну конечно Как такое Буферное Государство И будет Пытаться Ну Воспитать В своем духе Этого нового Президента А вы как его Оцениваете Я его оцениваю Как Человека Нового поколения Которому Если ему Дадут Возможность То он Попытается Как-то Договориться С Россией Хотя он Не будет Это делать В первые Недели В первый Месяц И так Откровенно Потому что Конечно Он не может Потерять Запад Украины А вы знаете Что я уже Скал на западе Украины Живут люди Хотим мы это Или не хотим Я тоже помню Таких людей Из Мюнхена Которые До которых Вот Бандера Играет какую-то там Роль Для которых Это просто По российскому эфиру Как-то страшно Говорить Но для них Вот именно Коммунизм Страшнее Чем Вот этот Гитлер Есть такие люди Ну люди которые По крайней мере Помнят Или знают Эту историю Особенно если есть Родственные связи Они прекрасно себе Эту ситуацию Представляли И представляют Особенно в эмиграции Которые жили Они достаточно влиятельны Сегодня Вот и в Америке И тоже в Германии Правительственные тамошние структуры Это сила украинской Вот националистической диаспоры Всегда она была И конечно Зеленский Не сможет от этих Мировоззрений Полностью отречься Потому что ему Понимаете У него главная задача Не примириться с Россией На самом деле Хотя для нас Это было бы важно Для него самая главная задача Сейчас Выстроить Или укрепиться Во власти А это он сможет Да Тоже я думаю Частично примирением С Россией Но какой-то Новой политикой В отношении Но в первую очередь Борьбой с коррупцией Ему главное Предстоит Не разговоры С Путиным Или с Западом А со своими Олигархами Он должен Правильных людей Поставить Таких Которые будут Его поддерживать Которые будут Менять ситуацию В стране Если он Неопытным Окажется Политиками Человек Который Это все Не умеет Делать То ему Власть Просто Отнимут Он будет Марионеткой Действительно Совсем Других Людей Которые будут Дальше Управлять Страной Дальше Воровать Или вести Свои Подковерные Игры Свои интересы Проявлять Мы пока Не можем Оценить Что за Зеленским Мы можем Оценить Но мы Хотим Как живые Наблюдатели Все-таки Пожелать Какой-то Стране Какого-то Прогресса Да Вообще Всем странам Прогресса Конечно Хочется пожелать Александр Рар У нас в гостях Остается еще Две минуты Я напоминаю Что Уже теперь Через час С небольшим В библиотеке Имени Герцена Состоится круглый стол Современные Общественно-политические Реалии России и мир Где Александр Глебович Главный спикер И Насколько я знаю Что Вход свободный Хотя была там Предварительная Какая-то регистрация Из-за ограниченности мест Но надеюсь Что может быть Те кто нас слушают То есть смогут В этот момент В рабочий день Доехать Попадут все-таки В библиотеку Имени Герцена Тут Даже спикеры Которые были Сейчас на предыдущих эфирах Прямым ходом Туда направляются Через некоторое время Так что мы там Еще встретимся И я благодарю вас Александра Глебовича За такой обстоятельный Анализ Выборов на Украине И За такой Наверное Очень приятный Позитивный настрой В отношении Будущего Наших стран Которые находятся В одном Геополитическом Пространстве И конечно За интерес За интерес К тому Как живут Люди Народы В глубине страны Потому что Вы с этого начали Наш разговор И сейчас Когда рассказывали Про Украину Говорили Что много встречаетесь С людьми Вот просто На периферии А не только оцениваете СМИ Или элиты Когда вы общаетесь На высоком уровне С ними Это наверное Самое действительно Интересное Потому что Приятно Понимать И ощущать Что люди могут Сами принимать решения И они осознают себя Как граждане А вот Украина На мой взгляд Очень хорошо показала Что народ в Украине Осознает себя Как граждане И хотелось бы Всем нам этого И пожелать тоже Спасибо И до встречи До встречи Спасибо